Депутатский корпус Несмотря на результат, Ульяна Скобость продолжает оставаться на 11 месте среди субъектов ПФО по уровню смертности и рождаемости. Подниматься в рейтинге регион намерен за счет дополнительных мер поддержки семей. Так с этого года ведут ежемесячные выплаты на ребенка от полутора до трех лет. А молодым мамам дадут возможность совмещать воспитание детей и продвижение по карьерной лестнице. У нас есть такой стереотип, что мамы с детьми, особенно многодетных, очень боятся брать на работу работодателя. Ну понятно, да, больничные постоянные, дети маленькие, то туда, то сюда. Поэтому, конечно, я считаю, что было бы оптимальным предусмотреть для мам с маленькими детьми какой-то, возможно, особый график работы. Может быть, это режим совмещения или сокращенный рабочий день. Стимулируя рождаемость, представители власти понимают, что семьям нужно обеспечивать комфортные условия для проживания. За предыдущие годы Ульяновская область вышла на максимальный в истории региона показатель ввода жилья почти в один миллион квадратных метров. Доступность жилого фонда отдельным категориям граждан реализуется за счет программы губернаторской ипотеки. С начала действия проекта ключи от новых квартир получили 542 семьи. Но уже сейчас уровень предложений на рынке жилья в Ульяновской области достаточно высок, что привело к снижению цен на жилье и эконом-класс. Число построенных квартир с 2012 года увеличилось более чем в два раза. Жилищные условия улучшили почти 85 тысяч семей. За 2017 год, к примеру, в Ульяновской области выдано почти 12 тысяч ипотечных кредитов на сумму свыше 16,5 миллионов рублей. На сегодняшний день мы отмечаем, что достаточно существенно поднялась сумма первоначального взноса на субсидирование как раз первого взноса по ипотеке. Это 150 тысяч рублей. Раньше она была 100. И позволила действительно решить задачи для молодых бюджетников в части возможности оформить ипотечный кредит. Глава региона подчеркнул, что возможность купить и построить собственное жилье должна быть не только у жителей областного и районных центрах. Губернатор выступил с предложением переформатировать работу Министерства сельского хозяйства в Министерство по развитию сельских территорий. 120 миллионов квадратных метров жилья – это очень амбициозная задача, которую поставил наш президент. Соответственно, и губернатор сейчас очень четко подчеркнул и поставил задачу перед правительством Ульяновской области, перед законодательным собранием. Нам нужно вносить изменения в ряд региональных законов для того, чтобы выполнить эту амбициозную задачу. Сергей Морозов акцентировал внимание на работе общественной палаты. Если, по его мнению, в консультативно-совещательный орган должны войти профессионалы высокого класса, поэтому попросил председателя комитета областного парламента по социальной политике Игоря Тихонова встать в один ряд с общественниками. Для меня твоя работа – это такой вот своеобразный образец профессионального отношения к работе. Поэтому я попросил бы Игоря Викторовича вполне официально подумать об изменении направления своей профессиональной деятельности и сконцентрировать свои знания и огромный опыт для решения важнейших задач в составе общественной палаты. Губернатор – председатель областного парламента, регионального правительства, а также руководитель общественной палаты. Вот кого Сергей Морозов в заключении выступления назначил определять вектор развития всех сфер жизни Ульяновской области. Ринат Алиолова, Константин Никитин. Новости Ульяновской правды. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова